Здравствуйте! Мы начинаем восьмой выпуск программы «Золотой запас нации». Педагогические династии – это особый образ жизни. Это не просто выбор специальности, а внутренняя потребность, передаваемая из поколения в поколение. Профессия педагога нелегка, но дети и внуки, и учителей идут по этому пути, несмотря на трудности и препятствия. Педагогическая династия у наших героев начинается с Марьяны Хертек и ее супруга Эмира – общий педагогический стаж семьи 59 лет. Эта необычная семья является уникальной не только потому, что у них золотые руки, и они изготавливают тувинские традиционные изделия, но и большое доброе сердце. Помимо своих четверых, в семье выросло 11 детишек из разных уголков Тувы. Старшие дети стали студентами, кто-то уже сыграл свадьбу и выпорхнул из гнезда. Марьяна Шидыраевна, имеющая стаж уже 29 лет, работает учителем технологий, является хранительницей традиций своей семьи. Ее бабушки и мама шили национальные одежды. Теперь и она передает свои знания по изготовлению тувинских традиционных сосудов из кожи к угерджика в следующему поколению. В нашем семье мои бабушки шили национальные одежды. Мне очень понравилось, и поэтому решила стать учителем технологии. В конце 20-го в Козеле проходил мастер-класс. Мы делились с науками и показывала мастер-класс изготовления технологии вывышка. В нашем школе старшеклассники шкуру вкладывают на ровные плоскости, отделяют волосы от шкуры и растягивают. И шкуру в полусуговом состоянии. Они делают. В наших классах сделают из бисера и овечьей шкуры для чехола, сиденья, машины. В нашей ученике 5-6 класса делают из зелия из воли. Например, это сиденье, полбук. Этот материал чисто экологический. И это болезнь на здоровье для водителей. Чтобы не выбрасываться материалы, мы сделаем из шкур, из овечьей шерсти. Изгадавливаем вот национальный полбук. Например, старшеклассников в 8-9 классах Мы изучаем технологии изготовления вывышка. Мы изготовляем вывышка из шкуры коровы. Всем учителям я советую включать учебные программы туинских традиций, чтобы мы сохранили наши традиции. Марьяна Шедраевна по второму образованию психолог, поэтому ей особо хорошо удается раскрывать детей, которых они с мужем взяли на воспитание. Их семья стала лауреатом всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Многодетная семья». Джалкарма Шира по стопам своих родителей также с осени начала работать учителем в родной Козелдагской школе. Преподает основу безопасности жизнедеятельности и физическую культуру. Наша героиня с детства занималась вольной борьбой и имеет большое количество наград. Сейчас у Джалкармы уже есть классное руководство и огромное желание развивать детей в области профессионального спорта. Я училась в нашей школе. С 5 класса я в школе начала заниматься вольной борьбой и тогда был преподаватель мужчина. И дальше от 6 класса я начала заниматься в селе теле, то есть сейчас. И дальше вот начала соревноваться вольной борьбой. Я училась в Куртуинском государственном университете специалитет основы безопасности и физической культуры. Стал преподавателем основы безопасности жизнедеятельности. И преподаю в классах от 8 до 11. У меня в классе есть 6 ребят, 4 из них, это девочки и 2 мальчика. Одна из них спортсменка наша, от школы выступает в соревнованиях в обольной борьбе. Где-то с 7 класса, когда мои родители преподавали, я начала задуматься. Дальше мечтала стать преподавателем и тренером. Мне интересно преподавать уроки. И, конечно же, у меня в школе есть девочки, борцы. И мне бы хотелось здесь открыть секцию, чтобы они достигли высот. И боролись в России. Помню я в своем уроке впервые. Я преподавала в 9 классе. И начала рассказывать тему. И ребята записывали. И дальше я объясняла. И дальше некоторые там баловались. И я начала верить. И дальше по своему методу я начала задавать задания по группам. Родителям, родителям, детям с детства. Дать своего ребенка в сессии. По моему мнению, учитель должен быть ответственным. Умение преподавать детей. По своему мнению, дочкой. Еще одна дочка большой и дружной семьи Хертек планирует стать учителем английского языка. Она окончила школу золотой медалью и учится в Тувинском госуниверситете. В заключении хотелось бы напомнить, что Тува богата не только полезными ископаемыми, живописной природой, необыкновенной культурой, но прежде всего талантливыми людьми. Именно те, кто находит знания, сохраняет и передает их следующему поколению и создают золотой запас нации. С вами была Айдана Хвалы. До встречи.